Всем-всем привет! Сегодня понедельник. У нас очень хороший день. 20 градусов. Птички поют. Муська вот тут трётся с утра под дверями. Погода хорошая. Жары такой духоты нету, девчата. Мы собрались с Верой. Поедем сейчас на Луговую. Поедем, купим ей новую сим-карту. Но там тучки вроде бы как. Непонятно. Обещают на этой неделе дождички в виде мороси. Паутины. Паутины наплёл. Ну, паук. Сил нету. Вот там тучка бежит. Ну, и вроде как небольшие будут на этой неделе дождички. Ну, это хорошо. Пусть будут. Завтра я пойду к 10 утра. Поеду. Девочки, смотрите, какая штуковина попалась. Вот она. Большая стрекоза. Как вам её? Вот она. Вот, видите, паутину бедная. Всё, она, наверное, мёртвая. Нет, она живая. Ну, давай, выбирайся. Ну, она никак. Сейчас мы её попробуем этой спасти. Стрекозу. Ну, муська. Представляете, она попала в паутинку. Как её вытащить? Давай, моя хорошая. Выглядит. Не хочет выпускать тебя эта паутина. Ну, лети. Девочки, ну она нам не взлетит больше. Вот она, бедненькая. Ну, давай. Вот эти паутинки на ней. Уйди, муся. Стрекозу вон. Она, может быть, оживёт. Она попала в паутину. Жалко её. Вот она в паутине. Как-то сейчас я попробую её обчистить, вот эту паутину на ней. Всё, девчата, я сняла с неё паутину, и она полетела. Бабочки вон прилетели, белые бабочки. Жалко, такая большая стрекоза. Пусть живёт. Они же для чего-то существуют. В общем, нам надо поехать купить новую сим-карту. Потому что раньше у неё было полчаса, всё время она могла звонить. И с телефона своего на мой могла звонить. А это что-то отключился. Телефон и звонков она исходящих сделать не может. Поэтому там тариф 300 рублей в месяц. Оплачу. Но чтобы был доступ у неё к телефону. Вот это вот. И поедем, не знаю, получим ли посылку опять. Ну, поедем там рядышком. Всё, зайдём за посылкой с Василька, девчата. Я сейчас вам покажу хлеб. Я вчера, девочки, почему не показала? Видео уже было длинное. Я заканчивала влог. А хлеб ещё у меня стоял в печке. Поэтому я его не показала. Пишут, Таня, ждали хлеб. Сейчас покажу, мои хорошие. Он у меня немножечко поджарился вчера. Но я его прям тёрочкой... Он обсох. Я его тёрочкой обчистила. Я думаю, хлеб будет вкусный. Сейчас пойдёмте с вами зарежем. Мы пообедаем и поедем тогда в город. Вот, девчата, видите, моя печка опасная. Она вот, это под фольгой, а так бы сгорела. Вот, сильно вчера раскочегарилась. Ну, я думаю, корочка. Так он мягкий. Видите, ночевал. Сейчас я разрежу и вам его покажу. Вот, девчата, я нарезала. Смотрите, мои хорошие. Видите, семечки? Вот они, вот зёрнышки. И вот мой хлеб. Видите? Он вернулся назад. Вот, я его сжимаю, и он возвращается, девчата. Хлеб очень вкусный. Я обожаю просто. Вот как тут, вот нельзя есть, говорят, сердечникам. Вот она, семечка. Вот, сейчас покажу вам. Короче, я его съела. Вкуснятина, девчата. Буду иногда делать с семечками. Можно тмин вложить. Всё, что угодно можно. Вот такая корочка. Вот она. Замечательная. И вот такой хлебушек. Поэтому, девочки, пеките смело. По моему рецепту не бойтесь. Хлеб у вас выйдет всегда. Вот он. Видите? Вот нажимаю. И вот он назад возвращается. Мы садимся обедать. У нас уже 20 минут четвёртого. И поедем, девчата, в город. Если что, я там подключусь к вам. Кто сейчас будет кушать с нами, всем-всем приятного аппетита. И хорошего вам денёчка. Девчата, у нас уже 8 вечера. Ой, мы недавно только пришли. Я только чаю попила. Тут Муся атаковала меня. Получили посылку. Видите, какой мешок большой. Вот такой. Ну, посылку будем завтра обзор делать, девчата. Сегодня уже вечер. Решили полить огород. Дождя так и нету. Вера там вон поливает. Огурцы. Вон, и кабачки. Ага. А я буду сейчас... Покажу вам, что мы купили. Съездили, девочки. Такси еле вызвали. Никто не хочет на наш сок уехать. Вот ещё караул какой. Кот-кот пошёл. Что-то он ревнует эту Муську. Не разрешает ей в дом заходить. А она лезет в дом. Ну, ладно. Сим-карту не поменяли. Офис тот переехал. Мы приехали. А что, сумки уже нагрузились, как говорится. Мы развернулись с ней. Пошли за посылкой. Я говорю, пойдём за посылкой, а то не получим посылку. Получили, забрали посылку. И поехали домой. Доехали вот ниже туда. Дорога до Бабы Зои. А здесь поднимались пешком. Потому что вот последняя, самая высокая дорога, которая ведёт к нам перед оврагом, там её размыло. И такси ехать не хотят. Вот в чём причина. И на завтра, на завтра я дозвонилась к десяти часам. Я побегу в железнодорожную поликлинику в Зубной. Должна попасть к врачу. Поэтому завтра я туда поеду. Да с Бог я полечу свой зуб. Один, ну, полечу два, то хорошо бы и два. Вот сразу. Но они так не лечат. Они обычно один лечат, второй потом. Маркиз, что там нашёл? Что-то нашёл, девочки. Или травку ешь? Травку ешь, мой хороший мальчик. Молодец такой. А мы уехали, а здесь Костя приходил. Ну, позвонили ему, ты говоришь, ещё дома-дома. Я говорю, поднимись, забери мешок. Вот он забрал мешок, девчата. А мы уже сумки донесли. Ну, пойдёмте в дом, я вам покажу, что же мы купили. Девчонки, я сегодня буду вам показывать, что купила, но сидя. Чё-то у меня спина. Вот сходили в фикс прайс и сходили в аптеку. Ну, всё нужно, это и купили. Сейчас покажу вам. Взяла опять йогурт вот такой нежный, четыре пачки. У меня ещё там лежит. Ну, мы едим, едим, девочки. Перчатки по 59 рублей. Вот я брала в светофоре такие. Пять пар, по-моему. Четыре пары здесь. А там я брала пять было пар. Ну, неважно. Перчатки нужны в собственном доме всегда. Почему? Зимой особенно. Выйти во двор, те же дрова взять, принести. Вот они, наши перчатки. Потом взяла, девчат, подушку дорожную надувную. Эргономичный дизайн. Удобная поддержка головы. Предотвращает напряжение в плечах и шее. Вот такая подушка. Это, знаете, хорошо в самолёте. В самолёте, когда летишь. Сейчас посмотрим, что она там с собой представляет. О, надо было две взять. Да, она прям надувается. Я что-то, Вера, говорю, она вечно так сидит. Гнёт свою спину. А я ругаюсь. Вот такая, девочки, она. Потом надутую её надуть. У меня и насос есть. Надуваешь. И вот так. И облокачиваешься. И сидишь, балдеешь. Особенно, когда, я говорю, в самолёте. Это незаменимая штука. У нас были такие в самолёте. Мы брали с собой. Ой, ну вот такая, в общем, подушечка дорожная. Ну, она классная. Потом её сдул. И всё. Купили, взяли. Вот такие Вера взяла себе спонжики. Один белый. Такой вот телесного цвета. И один розовенький. Я говорю, они тебе нужны. Ну, они что-то дорогие. 99 рублей, девочки. Для макияжа. Я не крашусь хорошо. Мне этого не надо. Тратить деньги на такую ерунду. Ну, девчонка растёт. Не надо. Так. Так, потом я взяла, девчата, две вот такие аромасвечи. Зелёный чай. А это лесные ягоды. Вот. Взяла две свечки. Ну, пахнет. Пахнет. Посмотрим. Посмотрим. Ну, что-то вот захотелось. Не купили. Потом взяли, девочки, дезодорант. Шариковый. Будет свежий. Белые цветы и личи. Вот такой. И Вера взяла вот такой ещё. Увлажняющий крем. Тут прикосновение природы. Минералы мёртвого моря. Чё только не напишут, девчат. 0% спирта. Антиперспирант. Ну, тоже дезодорант. Ну, пахнет неплохо. Говорю, бери. Бери, бери, бери. Взяла вот два она. И взяла шампунь. Она говорит, мне Наташа такой подарила. Я говорю, пусть будет ещё. Против секущихся кончиков. Вот брали в Чудодеи, дорогие девочки. Ну, мы ошибку сделали один раз. Ну, там был у нас сертификат. И мы помимо сертификата ещё набрали на 3, по-моему, тысячи. А здесь стоит 99 рублей. Так что в фикс-прайсе тоже хорошие есть. И шампуни, и... Да много чего. Вот такой. Хороший. Взяла там в фикс-прайсе клей ПВА для бумаги, картона, текстиля, дерева, кожи. Три баночки. Как вы думаете, для чего я его купила? Я же, девчата, посмотрела МК по шляпкам с полями. И увидела, как формируют шляпку. Чтобы шляпка была по голове и вот эти поля. Вот таким вот клеем. Я посмотрела видео и думаю, надо взять. Взяла три клея. Он на кипельно-белый. Его чуть-чуть там с водичкой. Да, с водичкой разводят. И потом губкой вот так промакивают по всей шапочке. Даже не то, что на белую шапочку. Даже на чёрную. Он высыхает, и его не видно. Поэтому я взяла. Надо срочно вязать шапку. Шляпку. Шляпку. И два сока, девчата, взяла. Яблоко чёрная смородина. Был сок. Вера брала. И взяла она яблоко прямого отжима. Я говорю, что ты два берёшь? Может, на такси поедем? Она говорит, там дома ещё есть. Девочки, что я ещё купила? Вот такие две корзинки. Вот одну я уже собрала, видите? Одну мне. Но надо было три брать. Я чё-то... Вы знаете как? Вот если ещё одну на одну, это получится шесть полок. Шесть. О, там было... Вот такие корзинки были в трёх цветах. Но я чё-то взяла две. Две корзинки. Одну Веры. Ну, те же... Те же эти поставить. И её причиндалы вот такие положить, да? Чтобы не на столе всё это валялось, а положат. У неё там косметика, конечно, косметичка. Всё можно положить. И будет как бы в аккуратном порядочке это всё находиться. Одну я вот купила, девочки. Вот она ещё не собранная. 199 рублей. Три секции. О, это, знаете, девчат производят в Тольятти. Не Китай. Ну, почему я их взяла, что я посмотрела прочные. Вот, действительно прочные. Поэтому, думаю, я возьму, а эту себе возьму. Три. Вот я сюда бегаю тоже на первый этаж иногда. Зимой особенно. И вижу, да? Корзинку взял, положил в неё, всё посложил и пошёл. Занимайся. Сиди на той же моей лавочке качели. И сиди и занимайся вязанием. И клубочки, и моточки-то можно положить всё это. Потом захвала в аптеку, девчата. А, ну давайте я вам озвучу цены. Так. Йогурт стоит 14,70. Одна. Сок 69. Два мы брали. Свечки, девочки, 59. Что-то вот дёшево я и повелась. Что свеча 59 рублей. Взяла две. Пахнут приятно, девчата. Столбик ароматический написано. Знаете, в прямых эфирах можно включать и будет огонёчек гореть. Правда? Вот. Ну, купила две штуки. Потом шампунь стоит 99. Антидепрессант. Вот этот. Стоит 79. Подушка надувная. 99 рублей. Спонж для макияжа. У нас не было таких в жизни. 99 рублей. Два я их взяла. Потом вот такой. Рексона. 149. Перчатки. Четыре пары. 59 рублей. Клей, девочки, по 29.50. Я их три штуки взяла. А то как начну вязать шляпки-то. Думаю, надо взять. Вот я посмотрела, как хорошо, когда вот есть такие видео. Как посадить эту шапку, шляпку. Как сформировать вот эти поля. Ой, я же ещё и ригели купила. Вот этот. Видите? Сейчас бы уже забыла. Что-то зашла. 45 рублей метр. Спросила. Она говорит, есть. А я говорю, вы знаете, я не знаю, какой вы покажите. Она мне показывает, девчата. Вот он. Видите? Вот такая вот. Я говорю, вот-вот такой. И другой показала широкий. Я говорю, а тот широкий. Она говорит, тот швеи берут для корсетов. Они идут в корсеты. А я говорю, а мне вот-вот именно вот такой вот. Ну, классно. Я взяла два метра. Два метра. Это четыре шляпы. Четыре шляпы, девочки. Ну, зато будет стимул связать шляпки. Взяла вот за это в тканях я брала. 45 рублей. 90 рублей отдала за два метра. Потом, значит, клей 29,50. Я вам сказала, орбит она опять взяла. Жевательную резинку клубничная 34,50. И мента 23. Полка угловая 199. Я их две штуки взяла. Пакет, девчат, большой пакет. И тот стоит 7 рублей. Кошмар. Итого набрала опять 1554 рубля. Вроде бы ничего не купила. Вот, ну, ничего. А зашла в аптеку, девочки. В аптеку зашла. Ну, это я взяла гематоген, девчонки. Я когда там, я всегда беру. И внучка ест, и Вера ест. С изюмом в глазури. Потом детский. Потом с кедровым орехом два было. Вот такое она съела. Вкусные. И самое главное, что это полезные. Я ей говорю. Вера, это вычей крови. Она говорит, да ты что, не буду есть. Я пошутила. Я пошутила. Ешь гематоген. Я помню, еще из детства у меня тетка двоюродная. Она работала, я как-то рассказывала, на кассе, в аптеке. И мы детьми бегали к ней все. Мы всегда гуляем по городу и обязательно к ней забежим. Ну, а забегали-то почему? Потому что она нас всегда-всегда, девочки, угощала. Вот эта аскорбинка была такая, вот как конфетка заворачивалась. Три, что ли, копейки она стоила. И гематоген. А гематоген такой он был в два ряда, вот как детский ирис. Вот конфетки. Вот точно-точно я помню. В два рядочка. Там, по-моему, 10 вот таких квадратиков. И она все время нас угощала. И мы бегали. Ну, вот я купила ей 4 штуки. Она одну дорогу съела. Потом взяла витаминки. Тут 200 штук аскорбиновая кислота. Так. Сколько лет тут ничего не пишут? Ну, в аскорбинку что тут входит? Сахароза, сахар белый, патока крахмальная, воск пчелиный, тальк, ароматизатор, пищевой апельсин, краситель, хинали, новый, желтый. 200 таблеток. Ну, я все время бил, девочки. Видите, витаминки надо. Еще тут. Я говорю, давайте. Да, наши желтенькие. Вот такая вот таблеточка. Желтенькая, желтенькая. Ну, вот. Вот так покажу. Я те таблетки пью утром одну, одну вечером. И я пью, девочки. Думаю, надо попить таблетки. Таблетки, витаминки, чтобы прибавилось здоровье. Потом купила корвалол. Ой, да что ты, извиняюсь. Корвалол, 20 таблеток. Я этот раз искала, искала свой корвалол. Была же Кристина, мы с Наташей попрятали все лекарства подальше. И не нашла. Потом открываю холодильник, он у меня там в ящичке лежит корвалол. Таблеточки. Говорю, дайте мне еще корвалолу. Здесь беленькие почему-то. А у меня таблетки, девчат, корвалол. Розовые. А почему такое? Не пойму. Седативное средство. Ну, потому что вот так вот прихватит, хоть корвалольчиком спасаться, да? И взяла, девочки, комаров. Аэрозоль три в одном. От комаров, мошек и клещей. Для нанесения на кожу и одежду. Я вот про такой говорила вам. Не то, что диклофос я брызгала, а вот именно вот от комаров. Диклофос это вот в квартире побрызгать комаров. И надо выходить и проветривать. Это я купила на тот случай. У нас вот ближе к осени. Девчата, муравьи идут вот вдоль вот здесь. Как вход на первый этаж. Они вот так прям ползут. До половины двери подъем. Поднимаются тучи, откуда идут. Потом сами так же ухудут. Вот я их там травила. А это вот можно вечерами на рукава, на штанины побрызгать и идти. Тогда во двор сидеть и уже не будут кусать. Сейчас я брызну и нюхну. Фу, вонючий. Фу. Ну как он без... не вонючий, вонючий. Ой. Фу. Не надо пробовать. Да. Защита от укусов кровососущих. Меня кусают сильно насекомых, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней и блох. Вот. А меня когда кусают, девчата, я никогда не расчесываю. Я не чешу. Я перетерплю минуту-две, потом все. Но домой захожу, у меня все будет в шишку. Такие надутые шишки, на следующий день они проходят. Я купила самой главной девочке в аптеке тонометр. Вот такой взяла тонометр. Она мне там начала предлагать. Здесь манжета от 22 до 42. Я говорю, ой, мне написала одна девушка, надо 32. Она мне говорит, на вашей руке будет мала. Мам, я говорю, да не может быть, я что такая жирная. Она говорит, на ваши руки будет мала. Я говорю, ну давайте померим. Померила. Мало. Ну что же позориться, толстая. Руки толстые. Она мне, давай предлагай, девочки, другой тонометр. Я подошла. Этой же, по-моему. А нет, не вел. А тот, что мне вот рекомендовали. О, название там по-другому. По-другому. Техно, наверное. Техно. Ну что-то такое. Короче, не буду даже голову ломать. У меня есть фотография. А здесь вот, значит, от электричества и от батареи, девочки. Где-то она вот здесь сложила. Вот она, батареечку. Сейчас, мои хорошие. Она мне показала. Также есть здесь память. Так, плюс-минус. В общем, предлагает мне, да, купите. Я посмотрела, там цена пять тысяч с лишним. Я говорю, что, девушка, я не куплю такой за пять тысяч. Это пол моей пенсии. Вот такой, девчата. Вот такой. Вот первый. Вот она его даже проверяла. Видите, сто семь. Ну, она на себе. Сто семь на восемьдесят семь. Вот это вот, да. Это вот она проверяла, девчата, да. Ну, показала, как работает. Вот от этой сейчас буду мерить. И манжетка. Я думала, манжетка-то. Говорю, да ну как. Я думала, высоту. А она в ширину меряется. Конечно, в тридцать два моя рука не вошла. Вот здесь от двадцати двух до сорока двух. Девочки, и это стоило два сто пятьдесят. Вот тут розничная цена. Написано, две восемьсот шестьдесят пять. Цена по акции две тысячи сто пятьдесят. Ну, и у меня, так как там двадцать процентов скидка карточковая, я отдала две сто. Вот такой вот тонометр. А тот, что у меня вот сюда цепляется, она сказала, только молодым мерить. Уже до сорока лет. После сорока лет он врет. Но я знаю, что он показывает то одно, то другое, то третье. Вот это вот, девчата. Поэтому потом померяем. Посмотрим, сколько у меня давления. В общем, я довольная. Тут ничего сложного нету. Ну, вот эту втыкаешь сюда. Нажимаешь и измеряешь. А это электрический. Подключаешь. Всё. Теперь я с тонометром. Девочки, кто мне присылал? Ой, Анжела мне присылала. Потом тысячу. Ещё одна моя подписчица. Тысячу ещё присылала. Там семьсот или пятьсот рублей. Вы меня простите, что я фамилии не назвала. Но не помню, девчата, в голове. У меня каша, конечно. Это надо посмотреть по карте. И я тогда могу озвучить, кто это мне прислал. Девочки, ваши деньги ушли вот сюда. В тонометр. Спасибо вам огромнейшее. Огромное-огромное. Я сегодня записывалась зубной. Ну, как обзванивала. И посмотрела платные зубняков. Только посмотрела. Зуб полечить от трёх до десяти тысяч. Я открыла эту страничку и закрыла. Говорю, нет, я туда зуб лечить не пойду. Ну, вы что, десять тысяч? Это за один зуб отдать пенсию? Нет. Она мне поставила на гарантию. Всё, печать поставила. Я спросила, сколько гарантий. Она говорит, пять лет. Пять лет. Вот. И надо сюда, наверное, чек положить. Правда ж, девчата? Что чек. Так, сейчас. Чек, чек, чек. А, ну, вот чек. На две пятьсот восемьдесят восемьдесят. Две шестьсот. Без одиннадцати рублей. Это я отдала. Ой. В аптеке. А где же этот... Вот он, тонометр. Две сто пятьдесят. Да, скидка у меня вышла. Скидка семьсот пятнадцать рублей. Вот что-то я не поняла, девчонки. Двадцать пять процентов, что ли. Двадцать пять процентов скидка вышла. Ну, я сохраню, наверное, чек. Пусть он лежит. Пусть она мне и вот здесь, говорит, я вам поставлю отметку. Сделаю. Это надо сохранить. Мало ли, да? Может быть, сломаться все может быть. Мне там написала девочка в этот ВКонтакте. Я даже сфотографировала тот тонометр. Я им объясняла. Опять, девчат, прерывается мой телефон. И пишет, освобождайте место. Чё такое вообще? Всё время пишет. В общем, мне присылали фотографию тонометра. Я объясняла им. Но мне предложили там за пять тысяч. Я его, конечно, не стала брать. Говорю, нет, давайте я возьму вот этот за две тысячи. И буду им пользоваться. Потому что, потому. Они стараются, конечно, что подороже втулить тебе. И продать. Не хочу. Даже вот такой мешочек. Видите? Опа. Всё аккуратно, всё красиво. Правда? И вот такая аппаратура. Сейчас это я пойду наверх. И там померяем давление, девочки. Сколько у меня на сегодня. Я говорю, надо померить, просто узнать. Я говорю, как вот мне узнать, какое мне нужно давление? Она говорит, вы меряете, когда вам хорошо себя чувствуете, померяете давление. И, ну, можно тетрадочку завести и записывать. Но тут есть память. Буду я потом там рыться в памяти. Надо тетрадку завести и писать. Вот такой день, такое давление. И пометку делать, хорошо себя чувствую. И такой вот день. Там число или как солнце помечать. Солнце или перепады, когда мне плохо. И какое у меня давление. Вот это вот. Она говорит, а так как вам? Надо, чтобы врач подобрал лекарства. Я думаю, что давление надо померить недельку. И позаписывать. А потом идти к кардиологу. Но завтра, завтра я пойду в зубной. Если я там рано освобожусь, то я оттуда поеду в пенсионный фонд. Я сегодня звонила. Звонила девочке в пенсионный фонд. Бесполезно. Вот такое ощущение, что к трубке вообще не подходит. Просто не подходят. Не хотят. Вот. Если бы хотели, подняли. Все равно я не поверю, что уже прям такая там запруженность, загруженность. Там приходит человек, все автоматически, талончик выбили, сели и сидят. Но там, там эти окна, которые принимают людей. Но есть же и те окна, которые, как объяснить-то? Вернее, сидит, дежурит человек при входе в пенсионный фонд. Она сидит, специалист. И к ней все обращаются. Она помощь оказывает словесную. Телефон у нее есть. Они так работают, девочки. Просто так работают. Надо туда ехать. Это бесполезно. Что-то Костя был сегодня тоже, говорит. Выплаты от трех до семи лет вроде бы как сорок тысяч дают. Я, говорит, не могу. Но это тем, у кого, значит, один родитель, что ли, работает. Я вот не поняла. Девочки, если кто что в курсе, напишите. А я говорю, ну, вы получали? Он, говорит, получали выплаты. Два раза вот по десять тысяч на Кристину. А вот эти от трех до семи. Мы, говорит, ни разу не получали. Наташа, что уволили ее, что вот до какого-то она там просидела, июля, июня, июня, до середины, наверное, июня. И потом сказали, все, приходи, пиши заявление. Раз ты работать уже не будешь, приходи, напиши заявление, и все. Она пошла, написала заявление. Ну, ей надо заниматься ребенком. Прерывает телефон конкретно. В общем, сказал заниматься ребенком. Ребенка надо вести к ортопеду заниматься. И своей ногой надо к флеболу. В общем, всем надо заняться здоровьем. Только никто этого не делает. Я тоже, девчата, вот честно признаюсь. Но ходить по врачам, многие чихнут и уже бегут, уже там живут прямо у врачей. Но я не люблю больницы, я их терпеть не могу. Туда придешь, одни бабульки сидят, одни и те же. Ну, наверное, когда-нибудь приспичивает у людей. А может быть, дома скучно они ходят. Не знаю. Но завтра я пойду в зубное, это однозначно. Заведу будильник, прерву свой сладкий утрешний сон и пойду. Пойду, посмотрю, хотя бы вот этот зуб полечили. Дырка уже начинает пища попадать в зуб. Это не дело. Девочки, ой, чистила телефон, замучилась. Девчата, я же еще купила картошки молодой. Вот пакетик. Ну, вот такую выбирала, она подешевле. Взяла вот что-то у меня на 85 рублей, что ли. Вера говорит, мама, зачем? Я говорю, здравствуйте, я на макаронах одни сидеть не могу. Я люблю и картошечку. Завтра отварим картошечки. И лук зеленый лежит. И этот принес укроп Паша. Хитрый Паша. Сам пришел, девчата, и говорит, а там что-то покосила, не посажена. Сажена там, вот я говорю, ты видишь, что покошено. Все ухожено, все косится. Да вот бы мои друзья бы посадили. Ты понимаете? Вы понимаете, о чем? А я говорю, Паша, в Китай будете сажать. В Китае. Здесь никто сажать не будет. Это моя земля. А как ты придешь и будешь сажать? О чем ты говоришь? Друзья твои пусть едут в Китай. С ними дружбу водить нельзя, девочки. Вот видите, придет, принесет этой своей зелени. Она мне не нужна, я ее пойду куплю. И тут же смотрит, где у тебя можно что-то посадить. Ну, сегодня ты в огород посадишь, а завтра скажешь мне, жить негде, дай мне свой дом. Это ж смешно. Ну, ладно, я сейчас все это приберу. Видите, у меня уже темнеет. Вера полила огород. Пойду посмотрю. Она говорит, я шланг здесь оставила. Пойду подберу шланг, проверю. И пойду наверх. Наверх все это поубираю. Я чай пила. Чай пила. Хлеб, девчат, свой ел. Такой вкусный хлеб получился. Просто замечательный. Тут-то вторая борода растет. Я сегодня сижу. Девчат, это было смешно. Она говорит, вам манжетка будет маленькая на руку. Я же смотрю, там делают действительно, говорит, на маленькую ручку. А я говорю, да не может быть. Что же я такая жирная, что ли? Они говорят, да нет, не жирная. Но руки-то не худые. Я говорю, боже, как же быть, как же быть. Срочно надо схуднуть. Не есть, не пить. Ну, посмеялась. Говорю, ладно, у меня комплексов нет. Как купила. Самое главное, что купила тонометр. Нашли. И я его купила. Пойду давление мерить, девочки. Потом, может быть, к вам на немножечко еще подключусь. Девчата, у меня уже вечер. Хочу померить давление. Сейчас разобралась с тонометром. И померяем. Вот у меня. Ага. Было 124 на 92. Это для меня нормально, девчонки. Сейчас посмотрим. Я тут еле разобралась. Куда нажимать? Вот это вот. Сюда кнопочка жмется. Надо почитать. А я же всегда тороплюсь. Все, вот. Все сбросила. Видите, пусто. Теперь включаем. И руку поближе к сердцу. Ну, что-то никак. Не хочет. Или я такая трудная. Я, говорит, такая трудная. Вот пошло. Ну, привыкну. Ну, как надо. И так далее. Вот мои показания. 119 на 91 и 64. Это сердце ударов, я так понимаю. Но это нормальное показание для меня, по крайней мере. И это, слава богу, я себя чувствую сейчас прям хорошо. Вот так вот, девочки. Теперь я стонометром разберусь потихоньку, правда же. И буду замерять. Мне надо мерить несколько раз в день, чтобы узнать, как у меня оно прыгает, не прыгает. Вот это вот. И уже потом, как бы, чтобы врач подобрала мне лекарство именно от давления. Ну, сейчас, девочки, я вам хочу ещё, знаете, что покажу платья, что у меня там продвинулось и что осталось связать. Остаётся немножко. Я не знаю, сегодня смогу связать или не смогу. Если я не уснул раньше времени, то, наверное, довяжу. То довяжу и на днях выпущу имка. Вот она подушка, видите, мы её надули. Она вот так одевается и балдея сидит. Голова отдыхает. Хочешь так, завались, хочешь так. Вера походила, посидела, принесла на маму тебе. Она такая, знаете, как плюшечкой покрыта. Но лучше бы она была полукруглая. Вот это было бы лучше. Ну, даже вот, даже прилечь на неё днём, на той же качели, если подушку не вытаскивать, то можно. А сейчас я вам покажу платье для Кристины. Вот платье я вяжу, девочки, на Касоларе. Вот такая вот шикарная пряжа, хорошая. Сто процентов хлопок. И вне, девочки, так, что-то я ничего не вижу. Сто грамм, триста восемьдесят метров. Вот у меня ушло два моточка. Вот я третий только-только привязала моточек. Пряжа хорошая, цвет шикарнейший. Вот сейчас прямо передаёт, вот пыльная-пыльная, как бы роза. Сейчас я поверну немножечко. Вот, вот, вот цвет. Вот он то, что есть в жизни. Здесь рекомендуется у нас двойка-крючок и два с половиной, три с половиной спицы, девчат. Тридцать градусов стирка. Вот я образцы не постирала. Вот это вот моя оплошность, что я образцы не стираю. Хотя знаю, что надо стирать. Юбочка у меня солнце. Вот она, видите, какая красленная. Вот такая большая ананасики. Вот они. Ну, видно вам, я вижу, что видно. Вот такая юбчушка. А перед, спинка у меня, значит, лицевая гладь. Здесь вот как поясок. Низ крючок, вверх спицы. А перед вот такой, вот, дырчатый. Я уже, девчата, спинку вот провязала, закрытие сделала. Всё. Вчера вот уже проймочки закрыла впереди. Сейчас буду высчитывать, что у меня, значит, уйдёт на плечики. И вот серединку буду закрывать. Закрою и буду вывязывать одно плечико и второе. Потом провяжу вместе плечики. Вот я ниточки оставила. При помощи трёх спиц я покажу на видео, как я буду закрывать. Прям пусть оно будет минутное, это видео, но я его сделаю. Чтобы понятия имели начинающие, новенькие. Кто не знал такой способ, будут люди знать. Но сегодня я думаю, что я его закончу. Закончу это платье. Рукавчики я вывязывать, девочки, не хочу. Я обработаю их крючочком. И также горловинку сделаю. То, что это летнее платье. У меня и так низ. Низ, мне кажется, тяжеловатый. Я, видите, прям пушистый, пушистый сделала. Ну, юбку этого солнца. Вот она у меня, смотрите, какая красота. Но зато, девчата, не надо будет никакого подклада под неё абсолютно. А на то, что вот такая будет, ничего просвечиваться не будет. Три рядочка. Я набирала вот столбик с накидом, с одним. И вывязывала уже потом ананасы. А она, получается, юбочка как бы ближе, ниже талии, ближе к бёдрышкам. Вот. Заниженная талия здесь. Вот такое платье. Я думаю, постираю. Не думаю, чтобы она там полиняла или что. Но не постирала. Хотя знаю и ругаю себя за это всегда. Что я не вижу, не стираю образцы. За редким случаем, девочки. Поэтому ждите, моя хорошая. Скоро вот это платье тоже будет МК кратное. Но я расскажу. Расскажу, как я вязала. Покажу вот эту схемку. Я её добавлю. Юбки солнца. Добавлю в сообщество на свой канал. Там будет схемка. Вот сейчас я вам покажу. Вот так. Вот плечики. Это спинка. А это перед. Вот так она будет выглядеть. Видите? Вот. А по спинке, девчата, вот. Ну, я думаю, будет нормально. Вот такая юбочка. Вот она. Вот, вот, вот. Видите, какая большая. Солнце, солнце. И вот следующее изделие я хочу завязать для Кристины. Какую-нибудь лёгенькую-лёгенькую маечку. И для Веры. Ну, а себе, наверное, завяжу тулипчик. Что-то меня вот прям тянет на тулип. Вера на кофта, вот, которую я образец делала из розовой пряжи. Я её буду начинать, девочки. Ну, чуть-чуть-чуть прям попозже. Вот капельку. Потому что надо вот связать им по маечке. А потом будем тот светилок вязать. Поэтому планы немножечко как бы поменялись в связи с погодой. Потому что очень уж жарко. Просто невыносимо. Мы дома ходим раздетые. Вот приходим, сразу раздеваемся. Вера шорт и маечку носит. Всё. Потому что, ну, невозможно. Василёк я распаковала. Это мешок мой такой большущий. Там, девчата, одно постельное бельё. Но какое. Очень красивое. Поэтому завтра я съездю в Зубной, приеду. И днём, при дневном уже свете, сделаем обзор на Василёк. Ну, вот и всё. Всем спасибо, кто был со мной этот день. Подписывайтесь, пишите комментарии. С вами была ваша Татьяна. Всем здоровья, счастья и всего самого-самого. Самого главного. Это отличного здоровья. Всем пока-пока.